Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша беседа посвящена традициям празднования Нового года и Рождества в Германии. Новый год в Германии, в отличие от Рождества, принято праздновать не в тихом семейном кругу, а шумно и весело. Немцы в этот день собираются на улицах, в главных площадях города, запускают фейерверки, салюты или ходят в бары и клубы. Обычай встречать Новый год с шумом и песнями-плясками связан со средневековым поверьем. Считалось, что с шумом можно отогнать злых духов. Празднование Нового года в Германии, как и в некоторых других странах, называют Сильвестр по имени библейского монаха-священнослужителя, который умер 31 декабря 335 года. Подготовка к празднованию Нового года начинается заранее. За месяц заказываются кафе и рестораны, покупаются билеты, приглашаются друзья в гости. С утра и накануне вечером в доме наводится порядок, на стол выставляется самая красивая посуда, стелется новое белье, в Новый год принято вступать во всем новом. Точнее немцы желают друг другу не наступление Нового года, а дословно хорошего въезда, хорошего скольжения в Новый год. Новогодний стол в Германии не такой пышный, как принято у нас. Традиционным блюдом является запеченный карп, серебристая чешуя которого, как бы желает, пусть Новый год принесет побольше денег. Однако в последнее время хозяйки предпочитают менее хлопотные блюда и все большую популярность приобретает фондю или раклет, а также закуски, нарезка из сыров, ветчины, различные сладости. Вкусный пирог или выпечка дополняют или украшают любой новогодний стол. А фрукты, мандарины и ананас, а также всевозможные десерты и мороженое подаются напоследок. Из напитков обязательно присутствует шампанское, которым наполняют бокалы, когда часы бьют полночь. Другим традиционным напитком является крюшон или пунш. Во время годнего застолья многие немцы смотрят праздничную телепрограмму, слушают музыку, играют в настольные игры. А некоторые гадают, что же грядущий год им принесет. Особенно популярен обычай гадания на свинце. Кусочек свинца кладут в ложку, нагревают над горящей свечкой до тех пор, пока свинец не начнет плавиться, а затем опускают его в емкость с холодной водой, после чего свинец моментально застывает, принимая новую форму. По этой форме пытаются истолковать значение гадания. Например, считается, что если кусочек свинца стал похож на сердце, это означает влюбленность. Цветы же считаются признаком новой дружбы. В канун Нового года в немецких домах стоит нарядно украшенная елка, которую поставили еще к Рождеству. Под елкой прячут подарки для детей, а на елке сверкают гирлянды, елочные шары и украшения. Бенгальские огни, которые для нас всегда ассоциируются с празднованием Нового года, не являются здесь таким неотъемлемым атрибутом празднования. В Германии их скорее зажигают на свадьбах, зато фейерверки, хлопушки и салют – это все новогодняя пиротехника. Продажа фейерверков начинается задолго до самого Нового года. При этом в Германии строго следят, чтобы этот товар не отпускался лицам младшего 17 лет. Немцы выходят на улицы, чтобы запускать фейерверки возле домов и на центральных площадях. В Берлине, возле Браннбургских ворот, в канун Нового года собираются сотни тысяч людей, чтобы посмотреть красочный фейерверк. На этом наша беседа подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем вам исполнения всех ваших желаний. Спасибо.